Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы! Я продолжаю свои обзоры новых гибридов томатов тепличного типа, точнее сказать, готовых расти в нашей средней полосине черноземной зоне, в теплицах. Вы знаете, растения индотерминантные, очень мощные, и для открытого грунта они, конечно же, не подходят. Иногда можно индотерминантные выращивать в открытом грунте, но именно этот крупноплодный гибрид не годится. Называется он эволюция. Значит, на упаковочках написано эволюция F1, то есть гибрид. Так что никаких семян, пожалуйста, с них даже не пытайтесь и получить. Томаты действительно очень крупные, немаловажен вкус, немаловажно и созревание. Несмотря на крупноплодность, созревание раннее из-за того, что кисти образуются буквально над седьмым-восьмым листом. Поэтому именно рано происходит цветение и, естественно, возревание, то есть плодоношение. Видите, вот самые нижние кисти, настолько низко расположена первая кисть, что приходится подставлять досочку. Но это с учетом еще того, что мы сажали этот гибрид сильно переросшим. Он очень сильно вытянулся у нас и пришлось закапывать. Вот мы у каждого растения ставили ложечку, где писали, вот здесь три узла мы просто-напросто скрыли в земле. Потому что, ну, очень высокая была часть над нижними листами, поэтому пришлось растение заглубить. То есть, томаты имеют розовую окраску, очень красивую окраску. И мы сейчас с вами стрежем один плодик. Вы видите, какая форма томатов. Такая плоско-округлая. У нас имеется некоторая плоскость. У некоторых, у единичных томатов, у единичных томатов, немножечко здесь есть такая оттяжечка. Значит, мы сейчас с вами взвесим, сколько же весит. Да, это не самые крупные, но и не самые мелкие, дорогие друзья. Ну, видите, 440 грамм. Безусловно, такой томат в баночку не положишь, не засолишь, не замаринуешь. Но зато как салатный томат. Вот посмотрите, как он режется, просто как масло. Ой, красота. Вау! Ну, посмотрите. Разве это не убедительная картинка для того, чтобы обязательно сажать такой томат у себя на участке? Конечно. Конечно. Посмотрите, необыкновенные. Сколько мяса, небольшие семенные камеры, красивый. Представляете, вот просто взять, порезать его на тарелочку положить. Ну, красоты необыкновенные. Я уверен, что у этого томата должен быть и вкус чудесный. Сейчас посмотрим. Я думаю, что вы уже привыкли к моей мимике и уверен, что вы поверите мне, что томат... Очень вкусный. Клянусь вам, очень вкусный. Единственное, что мне нравятся томаты с кислинкой. Этот же пресноват, очень сладкий, душистый, ароматный, необыкновенная мякоть. Посмотрите. Ну, это просто как арбуз, он весь переливается. Сейчас я еще попробую. Вкус очень хороший, настолько сладкий и приятный, что, конечно же, хочется его запить. Очень хороший томат. Дорогие мои, кожица плотненькая. Вот посмотрите, томат полностью созрел. Кожица плотная, вот пригоден для транспортировки. Хорошо может лежать, дожидаться застолья. Поэтому я считаю, что этот гибрид просто обязан быть в ваших тепличках, в ваших парничках. Но, поскольку растение мощное, посмотрите, какие стебли. Посмотрите, огромнейшие стебли, какая толщина, да. То, конечно же, нужно обязательно фиксировать кусты, подвязывать их. Очень прочно. Пожалуй, я бы не рекомендовал особенно выращивать в тоннелях. Вот еще в двухметровых по высоте теплицах, парниках, можно выращивать. Вполне достаточно. Вы видите, основная масса томатов все-таки находится в пределах двух метров. Поэтому, если его формировать в два стебля, этот томат, то урожай будет более полным. Ну, может быть, первые какие-то томаты созреют дней на пять позже. Скажем, там не 105 дней, а 110 дней. Но ничего страшного. У нас эти стройки настолько сильно колеблются, очень сильно колеблются, потому что мы не можем вовремя посадить рассаду. Иногда получается так, что не всегда вовремя высеваются семена на рассаду, да, рано или наоборот поздно. Поэтому эти стройки, они все-таки условные. И если, я считаю, в 105 дней у вас покраснеют первые плоды, вот такие, да, замечательные. Конечно, это крупный плод достаточно, да, вот помельче плод. Пожалуй, такой можно даже и засолить. Почему бы и нет? Или замариновать, например. Видите, да, вот как раз та форма, о которой я говорил, с некоторым вот такой оттяжечкой, с некоторой оттяжечкой сделан плотик вот природой. И, конечно же, эволюция названа гибрид. Наверное, из-за того, что, ну вот, все больше и больше нам нравятся томаты вот такого плана, салатного, да, биф-томаты. И я думаю, что наши селекционеры добьются скоро, что томаты будут вот в таком количестве на циаплодиях висеть и значительно больше массы. Что бы еще хотелось бы в конце отметить, то, что посмотрите, какие маленькие междоузли, крошечные междоузли. Поэтому кисти часто расположены, но обязательно, дорогие мои, самое главное не забудьте, обязательно подвешивайте кисти. Не выдерживают, несмотря даже на то, что основание кисти очень толстые, буквально вот с палец, с палец толщиной. И, тем не менее, вот от тяжести, от этой массы, которая растет на этой кисти, ну, не выдерживают. И обязательно сгибается, не отламывается, сгибается, но тем самым перегораживается сокодвижение в кисти. И плоды немножечко мельчают. Так что, если вы уделите внимание своим растениям, будете обязательно удалять пасынки. И подвязывать своевременные кисти, не дожидайтесь, пока они у вас начнут краснеть. Они зелеными будут заламываться. Обязательно подвязывайте. Обязательно только в этом случае у вас будут такие шикарные плоды. Будете собирать безумное количество по урожайности. Это больше 20 килограммов с квадратного метра. Я считаю, вот такого замечательного томата будет хватать для того, чтобы действительно порадоваться, накормить всю семью, сделать какие-то заготовки. А томат какой-то сделать, а томатный сок, а почему бы и нет. Дорогие мои, сажайте этот гибрид на своем участке. Вы будете здоровенькими, крепенькими, довольными жизнью из-за того, что вас будет окружать такая красота и плоды такого замечательного вкуса. С вами был Николай Форсов, который желает вам всегда добра, здоровья, успехов, всего самого наилучшего. Пожалуйста, если вам понравилось мое видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok